Мы можем использовать тот же Google, который бесплатный, который у нас есть под руками. Потому что сейчас мы живем во время, когда у нас избыток информации. Посмотрите, какое огромное количество у нас химических соединений, докладов на конференциях, патентов, дипломатических форматов, монографии, конференции и т.д. На сегодняшний день у нас информация уже не приравнивается к знаниям. С другой стороны, ученые в среднем читают не более 200 статей в год, что является четырьмя десятыми от общего количества публикаций, которые есть по его теме. То есть у ученого очень мало времени и очень большое количество информации. И необходимо найти баланс между тем, что считать и когда считать. Первые ночные журналы появились в 31 год назад. Появились практически 1 метр в Британии и Франции. Оба журнала выходят на сегодняшний день. Журнал «Холософикал Транзакшн» выходил в среде 351 год без перерывов. На сегодняшний день около 100 тысяч журналов. Только в указе данных облик, которые записывают те журналы, которые имеют АССР, если мы выберем лицензированные журналы, получим количество более 80 тысяч. Зачем ученому журналы? Две причины. Всего лишь две причины. Во-первых, на других посмотреть, потому что журналы являются источником научной информации. Именно научно, если мы это слово не забываем, это критическое отличие журналы от обычной переводики. Журналы дают нам информацию по современному состоянию развития науки. Журналы позволяют нам оценить шансы на возможность получения финансирования для собственных исследований. С другой стороны, они позволяют нам показать свои собственные результаты. Если мы не забываем слова «собственные» и «новые» результаты, то группе с плагиатом. Самых плагиатом, естественно, у нас не будет. Журналы позволяют закрепить приоритет. Вы знаете, те же Нобелевские премии, некоторые ученые не получили их, потому что публикация, допустим, «Гори Басомов, Нобелевская премия». Одна из групп опубликовала свою работу на два месяца позже, и, соответственно, не попала в список награждаемых. Журналы, а точнее публикация, у них является элементом отчетности. По количеству и качеству публикации оценивается работа ученым. Естественно, это обязательный карьерный элемент. Все знают, что не имея определенного количества публикаций, вы не получите степень, не имея степени, не сможете продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому нам говорят, публикуйтесь за границей. На что также ученые говорят, публиковаться за границей дорого. Правда ли это? Две бизнес-модели журнала всего существуют на сегодняшний день. Первая – это традиционная модель, вторая – модель открытого доступа. Традиционная модель – 351 год. Авторы подают статью. Далее идет рецензирование научное. Рецензирование имеет название «Пи-ревью». «Пи-коллеги-ревью-оценка». То есть оценивается ваша работа коллегами-специалистами, которые работают в данной области знаний. Они не работают с вами за одним столом, они могут работать в другой стране, в другом городе, но они занимаются денежно-исследованиями, поэтому они могут по достоинству оценить вашу работу. После того, как статья принята в печать, если учнены их замечания, за доступ к статье или к журналу платят читатели, или читатели, или библиотеки. Вы знаете, что прочитать статью, допустим, из-за взилеровского журнала стоит 30-40 долларов и так далее. Вторая модель – модель открытого доступа, которая появилась в 2000-е годы. Выглядит точно так же. Авторы подают статью, далее идет рецензирование. Если рецензия прошла удачно, то авторы оплачивают взнос за публикацию. В этом случае доступ к статье является бесплатным. Но фонды, которые дают финансирование, требуют, чтобы работы, выполненные при их капитале, были опубликованы бесплатно, то есть были в открытом доступе. Поэтому журналы традиционной модели стали практиковать гибридную модель. Авторы подают статью, далее идет рецензирование, и после того, как статья принята в печать, авторы сами решают, будет их статья по традиционной модели, в этом случае они не платят за публикацию, или статья будет в открытом доступе, в этом случае оплачивают взнос за публикацию. Этот взнос может быть достаточно большой. Мои коллеги недавно опубликовали статью «Nation Communication», это стоило им 5000 долларов. Но поскольку они работают на Западе, в грантовых деньгах есть отдельный пункт на публикацию. То есть это не из кармана ученых, это определенная графа в грантовом финансировании. К сожалению, на наших территориях, тех стран, которые развиваются, появилась еще одна очень успешная бизнес-модель, которая называется хищническая модель. Я уверена, что каждый из вас получал массу писем. Одни из них пишутся, как «мы, похоже, помог публиковать статью где угодно», вторые звучат так «мы уже большой, хороший ученый, напишите за кого-нибудь публикацию». Такая модель называется хищническая, и на первом месте стоит получение денег от автора, а сама же публикация в принципе является неважной. Чем отличаются научные журналы-периодики? Отличие основное всего одно. В научном журнале всегда есть научное рецензирование. В обычных журналах его нет. Что оценивают рецензенты? Они оценивают новизну и актуальность, они оценивают использование современных методов, логичность изложения и обсуждения, статистическую обработку, особенно она касается биомедицинских исследований. Биоэтика, опять же, в биомедицинских исследованиях это очень важный пункт. Все протоколы, получение информированного согласия пациента, все это должно быть описано в публикации, описано так, как это должно быть. Без этого пункта публикация не будет рассматриваться рецензентами более детально. Есть их публикации, оформление и список литературы. То, что было выделено красным, в этих пунктах при помощи BookScience вы можете доработать свою публикацию. Также рецензенты оценивают недобросовестные практики. Классические из них это как прямая фальсификация, соляемая публикация, когда из одной работы нарезаются много маленьких кусочков, которые публикуются один за одним, только для того, чтобы получить определенное количество публикаций. Злоупотребление самоцитированием или договорные цитирования. В самом самоцитировании ничего плохого нет. Все я в дело в дозе. Если в работе автора 100% или 90% ссылок только на свою собственную работу это говорит, может говорить о двух вещах. Во-первых, или это уникальный автор, что в принципе случается недостаточно часто, или автор не знает работ других ученых в этой области, что сразу ставит под сомнение актуальность и адекватность его работы. То есть процент самоцитирования до 20-30% считается нормой. Но более высокий процент недопустим. И плагиат. Все это недобросовестные практики, которые приведут к тому, что уничтожают репутацию ученого. На Западе единственное, что имеют ученые, это научную репутацию. И потеряв ее, в дальнейшем, естественно, никакого финансирования грантов вы не получите. В нашей стране пока еще не так, но тем не менее, беречь репутацию нужно все-таки с молоком. Если же мы говорим о плагиате, то, естественно, в первых плагиат это единственный вид воровства, когда он сообщает свою ошибку. И такие недобросовестные практики, как просто копирование, как перефразирование без указания источника, лоскутный метод, когда из нескольких публикаций составляется одна, все об этом пользуются. Но тем не менее, забывают еще об одном виде непреднамеренного плагиата, который звучит как неточное цитирование. Почему же неточное цитирование относится к плагиату? Что такое цитирование? Цитирование плагиата. Чтобы случайно не стать таким непреднамеренным плагиатом, рекомендую использовать референс-менеджеры, которые позволят вам оформлять публикации быстро и без ошибок. Естественно, никаких критериев относительно порядочности ученого нет в правилах оформления кандидатских и докторских диссертаций, которые были в 2012 году. Но есть единственное требование, что для кандидата надо, например, должно быть не менее одной статьи, которая уже в море, которая включена в международные наукометрические базы. Больше никаких официальных документов на сегодняшний день, какие именно наукометрические базы имеются в виду, в нашем государстве нет. Какие же базы могут быть? Базы могут быть, во-первых, наукометрические. Это те, которые содержат реферативную часть, то есть это абстракт из списка литературы, и возможность обсчитывать цитирование. Базы можно разделить на реферативное и полнотекстовое. То есть в реферативной базе данных вы не найдете полнотекст, но найдете возможность получения его. Базы могут быть мультидисциплинарные и социализированные, названия говорят сами за себя, могут быть по предоплате и бесплатные, и они могут быть международные или региональные. Региональные не в случае какой-то определенной страны или области, а это базы, которые решают какие-то определенные общие географические проблемы. Если мы поговорим об Эпоксайне, то это наукометрическая, реферативная, мультри-дисциплинарная база данных международная и распространяет доступ к ней и вы по предоплате. Если же мы посмотрим закон, который вышел в январе этого года, касается присвоения ученых званий, то мы увидим более конкретное определение, какие базы данных признаются нашим модем. Например, для того, чтобы получить звание старшего исследователя, то, что было старше научным исследователем раньше, претендент должен иметь не менее двух публикаций, в изданиях, которые индексируются в скобусе об ВМФ Сайенс. Так что такое ВМФ Сайенс? ВМФ Сайенс — это первая наукометрическая база данных. Создатели ее и Витчинга, в кем по образованию, в 50-е годы работал в лаборатории, и, к сожалению, было несколько неудачных опытов. Как любой нормальный ученый отправился в библиотеку посмотреть, что он делает не так. Что он увидел в библиотеке? Он увидел огромное количество журналов по своей деле. На то время в мире было 50 тысяч журналов. Печарная библиотека, то есть это подки с книгами, часть журналов постоянно на руках, часть все время стоит на полках. К тому же, к тому времени уже был известен юберический закон Саймеля Брэдфорда, по которому распределением публикаций в журналах является неравномерным и можно выделить круг журналов, в котором будет опубликована большая часть значимой цены на информацию. У Гартука возникла идея отогнать эти журналы. Он создал свою собственную фирму, которая в 1960 году получила название Институт научной информации. Это сокращение АЭСА известно будем нашим ученым. В 1964 году сотрудники фирмы Институт научной информации опубликовали первый индекс научного цитирования, Science Edition Index. Несмотря на особенность перевода, Science Edition Index или индекс научного цитирования это книга, в которой опубликовано содержание, в первых книгах было опубликовано содержание первых 600 лучших журналов, которые отбирались. То есть, что было опубликовано, по каким темам, кто цитировал данные публикации. Далее, с развитием технологий в 80-х годах стали выходить индексы научного цитирования на сети дисках. В 1992 году компания Топсон Сентифик приобрела институт научной информации. В 1997 году три индекса научного цитирования, которые были на тот момент, это индексы цитирования по естественным и техническим наукам, по социальным наукам и по гуманитаристике, объединились на одной платформе, которая получила название Web of Science. А в 2016 году, в конце этого года, подразделение, которое является наследником института научной информации, в Томпсон-Ройтерском, оно называлось IPN-сайт, то есть, интеллектуальная собственность и наука, отделяется от компании Томпсон-Ройтерс и переходит в новую фирму, которая со следующего года будет называться Бори-Вейт Аналитикс. По каким критериям журналы отбираются в данную базу данных? Их всего четыре, они достаточно просты. Во-первых, это издательские стандарты. Журнал должен выходить вовремя, журнал должен иметь определенные идентификационные номера, такие как СССР, должен иметь определенную структуру, иметь статьи. Содержание журнала должно быть интересно не только ученым одной кафедры, а и ученым всего мира. Международный состав авторов и членов рентгалегии позволяет обеспечивать широкое рецензирование работы, а также анализируется цитирование. Каким образом это происходит, мы поговорим чуть позже. Более детально, за что отбираются журналы, описано по этой ссылке. Сколько же на сегодняшний день журналов вовсаймс? Наверное, Карпен Кагарри, когда писал свою комедию «Сто тысяч», и не думал, что мы используем это название, говоря о том, что в мире на сегодняшний день 100 тысяч журналов, и Thomson Reuters и Clarivate Analytics, которые не являются издателями, являются фактически ситом, которое отбирает из этого огромного количества журналов более 18 тысяч, из которых почти 13 тысяч находятся в трех остальных индексах, о которых мы поговорим чуть позже, и более 5 тысяч находятся в новом индексе, который был создан в конце прошлого года и сейчас наполняется, который называется «Mitcher Source Citation Index», то есть это индекс созданий, которые недавно появились, еще не набрали своего научного веса. Все журналы, которые попали на платформу, не могут отдыхать и почивать на лаврах, поскольку за ними постоянно ведется мониторинг, и кроме тщательного отбора, журналы исключаются из базы. Если они утратили научный уровень, если они вступили в картели цитирования, когда несколько журналов договорились и начинают гонять цитирование по кругу, это очень легко отсветить, и, к сожалению, такие журналы были исключены из платформы, к счастью, были исключены, к сожалению, для журналов. А также недобросовестные практики. А недобросовестные практики — это отсутствие научного рецензирования. Поэтому платформы постоянно обновляются, если количество журналов остается постоянным, то их состав немножечко отменяется. Как формируется база данных? Из того журнала, который принят для индексации, вся информация из статьи переносится на платформу. Вся реферативная информация — это название работы, название журнала, том, номер, делай, индекс, резюме работы, ключевые слова, информация об авторах, где они работали, какие учреждения они представляют. И пристатейный список литературы. Таким образом, в базе содержится информация о статье, о пристатейном списке литературы. Если же эту работу кто-то процитировал, то эта информация также сохраняется вместе со статьей. И вот именно по вот этим статьям, которые цитируют данную работу, мы можем оценить, хотя бы раз цитировался какой-то украинский журнал или нет. Это может сделать любой человек, который имеет доступ к платформе, просто оценив журнал по поиску пристатейной литературы. Журналы, которые подают заявку на индексирование, оцениваются, если имеют достаточное количество цитирования, у них есть достаточно высокие шансы попасть на платформу. На сегодняшний день, почему я говорю в WebScience платформа? Потому что WebScience является платформой, на которой размещено несколько баз данных. Основная из них — это WebScience Core Collection или ядерная коровая коллекция, которая состоит из трех индексов научного цитирования. Science Citation Index Expanded — база данных по естественным и техническому науке. Social Science Citation Index по общественным наукам. Art and Humanity Citation Index — база данных по искусству и гуманитаристики. Также в коровую коллекцию входят материалы лучших конференций — Conference Procedure Incitation Index. Сразу хочу уговориться, это не такие абстракты, как мы привыкли на полстраничке. Это работы конференционные, которые оформлены фактически в виде статей, то есть у них есть и пристатейный список литературы. И главное — все эти материалы в обязательном порядке рецензируются. То есть это не те абстракты, которые все, кто хотел, прислал. Они проходят тщательные отборы, только часть их не публикуются. Также материалы вложены в монографии Book Citation Index и два химичных индекса — Index Chemicals и Current Chemical Reactions. С 2015 года в коровую коллекцию добавлен новый индекс — Image Source Citation Index, о котором я говорила, куда входят журналы, для которых оцениваются первые три пункта отбора. То есть это содержание журнала, издательские стандарты. Значим от журнала он не оценивается цитирование. В эту базу данных отбираются журналы на два года. Если они получат достаточное количество цитирования, то будут переведены в основные индексы. Также на платформе размещено несколько баз данных, которые создаются компанией «Томсон Роидер» с «Беологом», хорошо известной «Зоологикал Рекерс», «Беологикал Абстракт». Очень интересная база данных «Data Citation Index» — это репозитория научных баз данных, сырых исследований. Но я хочу обратить ваше внимание на базу данных «Dervant Innovation Index». Архив с 1963 года — это патентная база данных. Если вы когда-то работали с патентами, обратили внимание, что написаны они достаточно сложно. Подчас невозможно понять, что именно запатентованы и каким образом. Поэтому специалисты «Томсон Innovations» отбирают информацию из шести международных патентных ведомств, переводят ее на английский и фактически переписывают каждый патент таким образом, чтобы в заклаве было понятно, о чем патент и с резюме, как именно запатентовано то или иное вещество или событие. Информация собирается на платформе, поиск достаточно легок. И плюс есть исходящие данные на риминальный патент. При том, если патенты были в разных странах, то информация собирается всем патентам. То есть вы можете получить отдельно британский, немецкий патент штатов и так далее. У украинских подписчиков есть возможность просматривать эту базу данных. Это достаточно уникальная ситуация. В других странах она покупается отдельно. Также на платформе размещены базы данных, которые создаются другими производителями. Ну, вам естественно известна база данных Медлайн или ПАВМЕД. Также размещена база данных инспектора технической литературы КЕБИ и ФСТЕ. Это база данных к российскому хозяйству и продуктам питания. С 2009 года на платформу добавлены региональные индексы научного цитирования. Это коллекция журналов, которые имеют или полное содержание, или резюме на каком-то определенном языке. Начиналось все с китайского индекса научного цитирования, далее был корейский индекс научного цитирования, далее латиноамериканский. И опять же в 2015 году добавился российский индекс научного цитирования. По задумке в этот индекс должны были войти тысячи изданий, фактически постсоветского пространства, которые имеют резюме на русском языке. Партнером по созданию этого индекса является компания Elibrary. Они наняли ученых. Для отбора журналов ученые решили, что отберут 650 журналов, которые издаются на территории Российской Федерации. То есть на сегодняшний день в этом индексе вы не найдете ни одного украинского, белорусского, грузинского журнала, но тем не менее в Russian Science Education Index есть возможность искать информацию на русском языке. Это единственная база данных. Все базы данных имеют перепресное цитирование. Вы можете посмотреть, как ваша работа цитируется в других индексах. Если мы говорим о цифрах, то в индексе по естественным наукам более 8000 журналов. И этого вполне достаточно для того, чтобы перекрыть все потребности ученого. Для журналов, которые входят в первые два индекса, то есть для журналов, которые по естественным и техническим наукам и по общественным наукам. Рассчитывается показатель импакт-фактора. Импакт-фактор – это показатель влиятельности журнала. Рассчитывается он очень просто. Рассчитывается на какой-то определенный год. Самый свежий на сегодняшний день – импакт-фактор 2015 года. Чтобы его рассчитать, мы должны посчитать цитирования, которые в 2015 году получили статьи, которые были опубликованы в двух предыдущих годах. Достаточно простая формула. У ученого как рассчитать? Вы знаете все статьи, вы знаете количество цитирований, отсортировали количество цитирований в том месте, где количество цитирований будет еще больше или равно порядкового номера статьи, порядковый номер статьи и будет индексом Хирша. Ничего сложного. Какие есть нюансы? Опять же, численный показатель зависит от того, по какой базе данных вы рассчитываете. Естественно, если вы знаете все свои статьи, и все свои цитирования, у вас будет точно посчитанный индекс Хирша. Но мы не всегда знаем всех, кто нас процитировал. Поэтому рассчитывается по какой-то базе данных. Естественно, наибольший он будет в Google словах, почему, поговорим чуть то же. Наименьший он будет в Google Science, опять же, поговорим почему. Чего не мог предположить Хоргий Хирш, что данный показатель будет рассчитываться не только для ученого, а для группы ученых, журнала, научного учреждения страны и так далее. Всего того, что имеет статьи и цитирование. А теперь все-таки перейдем, вернемся опять в Google Science. Можно долго говорить, что ученые помогают от этой базы данных, но есть конкретный пример. Ученые Казахстана в 2011 году получили национальную подписку. То есть 300 организаций Казахстана с 2011 года постоянно имеют доступ к Google Science. У них есть точно такие же требования, как у нас, публикация журнала в журналах, которые индексируются в Google Science. Вы видите, с 2011 года растет и количество публикаций, и растет количество цитирований. У Украины возможность использовать Google Science появилась только в конце прошлого года, поскольку на самом деле база данных достаточно дорогая, и был создан консорциум ВВР, который, во-первых, позволил ввести операцию в Кривнах, во-вторых, поскольку эта национальная подписка была достигнута приемлемая цена для украинских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. На сегодняшний день почти 100 участников есть в консорции ВВР, которые имеют или полный доступ, или тестовый доступ к платформе. Таким образом, если ваша задача получить качественную научную информацию по своей теме, ознакомиться с самыми цитированными публикациями, определить, кто и где занимается данной проблемой, где напечатано, на каких конференциях представлены эти исследования, и сохранить это все в том формате, который позволит вам потом это использовать в ваших публикациях, нужно использовать Web of Science. Как это делать? Если у университета есть подписка или есть доступ, с любого компьютера пишите Web of Science. Вы попадаете на стартовую страницу платформы. Интерфейс платформы может быть на одном из 8 языков. Вы можете выбрать или русский язык, или на английском использовать. Если владеете португальским и испанским, пожалуйста. Тут еще есть два китайских и корейских, то есть кому как удобнее. Справка в этом случае будет на том языке интерфейс платформы, которую вы выбрали. Допустим, вы выбрали русский язык, справка будет на русском языке и она будет релевантна тому месту, где вы ищете. Ищите по патентам, справка будет по патентам, по поиску информации, по поиску информации. Далее рекомендуют зарегистрироваться, то есть создать собственный профиль. Для чего это необходимо и как это сделать? Вы вводите просто свою почту и создаете определенный пароль с сочетанием и цифр определенных. В этом случае вы сможете использовать Web of Science не только находясь в стенах своего университета, а также и дома. То есть это достаточно удобно, так называемый роуминговый доступ есть. После этого вы выбираете, где вы хотите искать информацию. По умолчанию будет стоять Web of Science Core Collection, если вы хотите искать патент и переходите в Derment Innovation Index. Далее вы пишете ключевые слова и нажимаете кнопку Поиск. Но прежде чем писать ключевые слова, необходимо подумать, что во-первых, у ключевых слов может быть разное начало слова, разное окончание. Чтобы не перебирать все варианты, можно использовать символы сокращения и замены. Так звездочка позволяет заменить любое количество и наличие или отсутствие определенных символов, разных символов. Слово Function с двух сторон ставим звездочки в результатах поиска, то есть статьях. В результатах поиска у нас будут статьи, в которых будут и Functional и Disfunctions. Знак доллара позволяет заменить один символ или его отсутствие. Британские американские и английские позволяют находить. Такие слова для таких ученых, допустим, как Плеханов, K, H или H. То есть, чтобы не писать два варианта, можно вместо возможного наличия или отсутствия символа поставить знак доллара. Знак вопроса позволяет один символ сделать вариабельным. End – это у нас найдется в результате одного поиска. Операторы математика Google позволяют нам искать пересечения множества. Стоит оператор End по умолчанию. То есть, оба слова и лекарства и устойчивость будут в одной статье, в резюме одной статьи. Оператор Or позволяет найти один из нескольких терминов. Хотя бы один должен выйти с термином, в этом случае эта статья будет у вас в результатах поиска. И нот позволяет найти одни статьи и исключить из результатов поиска те, которые содержат оба термина. Например, мы хотим найти работы по курению, но не там, где сказано, как оно влияет на здоровье. Смотрим и получаем необходимую выборку. Чего необходимо помнить? В Web of Science Core Collection, даже если вы ставите интерфейс русский, все равно поиск только на английском. Будьте очень осторожны с онлайн-переводчиками. К сожалению, в угол-переводчик слово «белок» может перевести вам и как «белок», и как «белка». И в этом случае вы просто не получите необходимых статей по вашей теме. Начинайте с более широких ключевых слов, вы всегда сможете сузить выборку и подумайте, какие есть синонимы у данного термина, какие слова могут быть похожи, чтобы не набрать чужих публикаций в своих выборках. Таким образом будет выглядеть у вас результаты поиска. Посредине будут статьи по вашей теме, с правой стороны будет панель цитирования, слева панель уточнения результата. По умолчанию статьи отсортированы по дате публикации. Я немножко поленилась и не стала переделывать презентацию, которую делала в октябре, по умолчанию по дате публикации. И в октябре месяце у нас уже была статья, которая будет опубликована в декабре месяце. Это так называемые статьи из будущего, но это не ошибка. Это те работы, которые публикуются в журналах, которые практикуют публикацию в печатной версии, в электронной версии «A Head of Print», вы, наверное, слышали об этом. То есть в электронной версии статья уже вышла, а печатная версия журнала выйдет в декабре 2016 года. Таким образом, вы имеете возможность получить доступ к информации на полгода раньше, чем она появится в печатной версии. Это очень удобно. Очень, конечно, интересно, что у нас самого свежего происходит. Мы посмотрели самая свежая работа, но все-таки нам интереснее посмотреть те работы, которые более цитируют, то есть те, которые уже признаны ученым. Мы можем отсортировать полученные результаты по количеству цитирований. И в этом случае в панели анализа результатов мы можем увидеть статьи, которая будет отмечена золотым кубком, которая называется Highly Cited Paper. То есть это те работы, которые входят в 1% по цитированию за последние 10 лет в определенной области науки. Панель уточнения результатов позволяет нам, во-первых, создать оповещение о новинках. Допустим, мы сделали поиск по каким-то ключевым словам, каким-то образом его модифицировали и хотим, чтобы все работы, которые будут удовлетворять этим требованиям, появятся в дальнейшем на платформе, получать о них информацию. Мы создаем в себе оповещение и раз в месяц или раз в неделю к нам на электронную почту будет приходить письмо, что по вашему запросу вышли новые публикации. Таким образом, мы можем находиться в курсе новинок по своей теме, не прикладывая значительных усилий. Что делают, как используют эти автоматические сообщения наше руководство. Оно настраивает доступ к этой информации на свой отдел, свой институт, своих ученых и раз в неделю утром вместе с чашкой утреннего кофе получать информацию кто и где напечатался. Рекомендую вам сделать такие оповещения на тех ученых, на те тематики, которые вам интересны. Это действительно просто и очень удобно. Также можно настроить не только на появление похожих документов, а и на цитирование. Конечно, авторы в первую очередь настраивают на свои собственные работы такие сообщения, чтобы знать, кто их процитировал. Но все-таки более интересно найти какой-то интересный обзор по вашей теме и настроить оповещение о цитировании его. Таким образом, вы получаете работы, которые также будут по вашей теме. Панель уточнений результатов с левой стороны находится. Можно уточнить по категориям Web of Science, можно уточнить по типу документов. Например, вы начинаете новую тему, вам интересно посмотреть обзоры, которые есть по этой теме. Выбираете обзоры, читаете только их. Вам интересно посмотреть, на каких конференциях представлены данные. Выбираете название конференции, получаете список. Нужны только свежие работы. Уточняете годы публикации, ставите последние несколько лет. Очень интересно, финансирующие организации чуть позже, как говорим. Отдельно можно посмотреть самые лучшие материалы, то есть те, которые входят в Essential Science Indicators, те, которые в 1% вошли по цитированию за последние 10 лет. Допустим, вы хотите посмотреть только журналы открытого доступа, это также можно сделать. Категория Web of Science. В Web of Science наука разделена на 251 категорию. Мы сделали поиск по каким-то ключевым словам, в данном случае была гемангиома. Но 26 работ у нас были отнесены к науке Sport Science. То есть это был журнал, которым была и онкология, и спортивная наука. То есть это не те работы, которые нам интересны. Мы можем просто поставить звездочку и исключить результаты из данного поиска. Таким образом, постепенно сузить выбор год до тех результатов, которые позволят нам уже просмотреть полученные данные вручную. вручную. Если мы говорим о категориях Web of Science, можем посмотреть небольшой список только названий категорий, которые хоть каким-то образом связаны с медициной. Это лишь маленькие части. Вот до буквы «оу» я дошла, дальше мне уже просто не хватило списка. То есть категории Web of Science достаточно много. Особенно по клинической медицине их огромное количество. Нажав на любую работу, на название работы мы переходим на резюме статьи, на учебную запись работы, где мы видим название, мы видим авторов. Притом, мы видим всех авторов. Было 5154, но в прошлом году была опубликована статья «Физика». Все они будут на этой платформе. Авторы указали свои мейлы. Мейлы будут представлены на платформе. Авторы создали себе researcher ID или орбит. Эта информация также будет. Авторы указали, что они в 5 институтах работают. Вся информация будет указана. Почему я акцентирована на это внимание? Дело в том, что далеко не все базы, скажем мягко, имеют эту всю информацию. Во многих случаях индексируются первые несколько авторов или индексируется место работы только первого автора. В этом случае дальнейшая многометрическая оценка влияния определенных ученых на новое влияние определенных организаций является неточным. Вебов-сайт проиндексировано все, поэтому дальнейшая оценка более точная. Также представлены резюме работы, представлены ключевые слова. Ключевые слова из двух видов. Первые – это те, которые написали авторы. Вторые – это те, которые дописывают платформу, используя резюме статьи при статейный список литературы и названия. И те, и другие ключевые слова являются гиперссылками. То есть нажав на ключевое слово, вы также получаете список работ, где были эти термины. Если не очень уверены в английском языке, найдите хотя бы одну публикацию по вашей работе, посмотрите ключевые слова, таким образом вы можете использовать правильный термин. Далее информация о журнале, выходные данные и можно посмотреть более детальную информацию о журнале, о чем мы позже поговорим. Литература, список литературы и цитирование. Где цитировалось, как цитировалось, все тоже является гиперссылками, то есть вы можете зайти и посмотреть следующую работу. И если вам понравилась работа, настроить цитирование, настроить информацию о цитировании данной статьи. Хорошо, что мы ознакомились с резюме работы, но все-таки нам хотелось бы найти полный текст. Где его найти? На страничке резюме статьи вверху есть две кнопки. Первая – перейти на полный текст издателя. И далее зависит от того, издатель у нас открытого доступа, а из открытого доступа мы сразу смотрим полный текст. Если журнал традиционной модели распространения, допустим, как журналы Science Direct, резюмеровские – это платные журналы, у нас ласково вам просят заплатить от 30 до 40 долларов. Если мы сегодня, допустим, не готовы платить такую сумму, переходим на соседнюю кнопку – поиск бесплатного полного текста. Узнаем здесь логотип Google Scalar и где ищут для нас полный текст или бесплатные, он ищет открытых источник. Открытыми источниками являются репозитарии организаций, социальные сети ученых, сайты журналов, то есть все то, что официально открыто. В большинстве случаев мы можем сразу получить полный текст. Это является абсолютно законным способом получения публикации. Еще один законный способ основывается на том, что если авторы указали свою электронную почту, мы всегда можем им написать и попросить полный текст. Авторы даже если опубликовали в журнале традиционные модели распространения, имеют право прислать вам полный текст для вашего использования в научных работах. По личному опыту в 95%, написав письмо автору не понравилось вашу работу, пришлите полный текст, на следующий день вы получаете полный текст бесплатно. Не стесняйтесь пользоваться этой опцией. Любому ученому приятно, что его читают и он всегда будет делать все возможное, чтобы дать вам возможный доступ от его работы. Все, что вы получили, все результаты, которые вы получили, можно проанализировать. Есть специальные кнопки. Во-первых, можно посмотреть, увеличивается ли количество публикаций по данной теме, увеличится ли количество цитирований. Мы можем оценить, в каких странах выполнялась работа, какими учеными, какими фондами. Все это мы можем сохранить. Сохранить мы можем несколько вариантов. Мы можем создать, например, читать, читать и так далее. Эксель не очень удобно работать, потому что научную информацию мы ищем для того, чтобы использовать ее в своих дальнейших публикациях, а именно цитировать, читать и так далее. Эксель для этого непригодная программа, поэтому рекомендую сразу передавать всю интересную вам информацию в Reference Manager . Если ваша задача иметь собственную удобную картотепу статей по вашей теме, оформить публикацию по формату определенного издания, каждый раз не набирать список литературы, иметь возможность редактировать манускрипт, не теряя при этом цитирование, и по необходимости переоформить под формат другого же пола, рекомендую пользоваться Reference Manager. Потому что главный кошмар ученого, если он уже получил финансирование, если он выполнил хорошую работу, написал полный текст, это наличие более чем 6 тысяч вариантов оформления списка литературы и оформления публикаций. Почему так получилось? В мире нет гостов. Журналы имеют право оформлять публикацию так, как они считают необходимо. Что же бедным ученым остается? Им на помощь в 1984 году пришла программа, которая с 1984 года имеет название EndNote, которая позволяет найти, сохранить и оформить публикацию под формат определенного журнала. Солнеченых становится более спокойным. Необходимо отметить, что версии EndNote есть несколько. Есть платная версия, на сегодняшний день уже даже вышла восьмая версия для MacBook. Есть две условно бесплатные – EndNote Online и EndNote Basic. EndNote Basic – полностью бесплатная версия, но позволяет оформлять публикации всего лишь 21 формат переоформили. Условно бесплатная, так называем, подписчикам Web of Science предоставляется EndNote Online версия. На сегодняшний день уже более четырех форматов доступно 2 гигабайта памяти для хранения полных текстов. Как это действует вручную? Как это в миру? Вы нажали кнопку «Сохранить публикации в EndNote» и понимаете, что EndNote позволяет вам собрать публикации. Собирать их можно из Web of Science, из различных библиотек, из Google Сталар или заполнять карточку самостоятельно. EndNote позволяет организовать все то, что вы собрали, сформировать каталог так, как вам удобно, назвать папки так, как вам удобно, на том языке, на котором вам удобно, делиться информацией с вашими коллегами, если вы пишете совместную публикацию, добавлять полные тексты, если это вам необходимо. Таким образом, если вы создали полностью свой каталог, это у вас онлайн версия, уехали на Гавайи, там решили дописать статью, открыли свой EndNote онлайн, можете писать статью, вся информация прямо с вами. Позволяет форматировать статью, оформлять ее под формат определенного журнала. И EndNote также позволяет подыскивать журналы для публикаций. Нажав кнопку «Сохранить», те статьи, которые вы отобрали в EndNote, они попадают в папку «Не отсортированные». Вы можете создать столько папок, сколько вам необходимо. Если вдруг статья, которая вам нужна, если ее нет в Web of Science, например, это монография какая-то давняя или еще какая-то работа, вы можете найти о ней информацию, сделать онлайн-серч и поискать информацию в библиотеках международных. Зачем это делать? Библиотеки — это те организации, которые умеют работать с данными, с библиографическими. То есть они правильно заполняют информацию. Когда была издана монография, кто автор, кто редактор, код страницы и так далее. То есть вся эта информация будет заполнена корректно. Также вы можете добавить данную в свою коллекцию или заполнить карточку самостоятельно. Они нашли какую-то монографию, или она у вас лежит дома, или это ваша собственная диссертация в библиотеке Конгресса США, она пока не представлена. Заполняйте карточку вручную, аккуратно заполняйте поля, потому что один раз вы должны заполнить это все качественно. Далее использовать вы можете бесконечное количество раз. Также можно экспортировать понравившиеся данные из Google Scalar. Просто нажал кнопку Save to End Node. Если вы добавляете свои собственные работы в ваши публикации, добавляйте их, сразу переносите их в папку My Publications. В этом случае, во-первых, у вас уже гарантированно есть список ваших работ. Поздно вечером звонит вам ваш начальник, говорит, что завтра вас подают на наглёвскую премию, нужен список работ. Нажали кнопку, зашли в My End Node, нажали экспортировать, получили список ваших работ. Спите дальше спокойно. И во-вторых, папка My Publications синхронизирована с Reference Manager с авторским профилем Researcher ID. То есть все ваши публикации будут также представлены в этом профиле, о чём мы поговорим чуть позже. Таким образом, постепенно вы собрали коллекцию собственных работ. Но всё-таки я говорила, что End Node позволяет нам оформлять публикацию. А где же тут оформление публикации? Вы заходите в закладку «Формат», скачиваете плагин, который называется «Site while you write», то есть я цитирую во время весьма, устанавливаете его. В Word у вас появляется закладка End Node. Далее начинаете писать статью. Понимаете, что вот в этот момент вам нужно процитировать какого-то классика, или классика, или себя современником. Нажимаете кнопку End Node. Открывается окошко вашего End Node. Там у вас уже есть коллекция журнала, коллекция статей. Выбираете, что именно вы хотите процитировать. Нажимаете кнопку Insert. В этом случае у вас и в тексте статьи появляется ссылка, и появляется пристатейный список литературы. Дальше вам нужно что-то поменять в тексте. Вам нужно убрать какие-то акции, добавить ссылки, убрать ссылки, всё, что вам нужно. Делайте с текстом всё, что вам необходимо. После этого нажимаете кнопку Update Citation in Bibliography. Автоматически перенумеруется и в тексте статьи, и изменится информация при статейном списке литературы. Выходите в другой формат журнала. Вам необходимо эту работу сдать в другой журнал. Заходите чуть выше, кнопка Style. Выбираете стиль того журнала, который нужно. Нажимаете на стиль, у вас всё автоматически форматировалось. Форматирование работы на этом закончено. То есть вы не расставляете точки, запятые и так далее. Это очень удобно, и это хранит вас от непреднамеренных ошибок. Готова ли статья в этом случае? Можно ли её отправлять? Прежде чем отправлять, обратите ещё раз внимание на название резюме статьи и ключевые слова. Они должны быть информативны. Если вы резюме статьи не привлечете внимания учёного, он не дойдёт до полного текста вашей публикации. Обратитесь к вашим соавторам. Действительно ли у них так написано фамилия буквенного микса? Обратите внимание на название учреждения. Что такое амоглифы и почему нам нужно избегать буквенного микса? Как называется эта пачка сладкой кукурузы? Кто-то читает это как Никитка, кто-то читает как Хукумка. И тот и другой прав, потому что причиной всего этого вот эти вот буквы, амоглифы которые имеют одинаковое написание и в английском, и в кириллице. Чем это нам грозит? Слово «биология» пишем с разных клавиатур, не переключаем клавиатуру. Получаем слово «биология», мы понимаем, что это написано. Робот, который разбирает, не понимает. Соответственно, у нас получаются некорректно распознанные авторы, статьи и так далее. Что мы можем сделать? Переключать клавиатуру. Если здесь есть представители редакции журналов, они должны проверять, чтобы в текстах статей не было вот этого буквенного микса. Название организации. Наши ученые очень любят свои организации, стараются как можно лучше перевести название. Это несколько вариаций, которые я нашла на платформе «Как называется ваша академия». Как вы видите, достаточно широко представлено. Со своей стороны, мы не можем переименовывать ваше учреждение. Как вы как авторы указали, так оно и будет указано. Что мы можем сделать? Мы можем создать объединенный профиль организации. То есть это будет профиль, который будет объединять все названия. И набрав хотя бы одну из них, вы получите полный перечень статей. Но что нужно сделать организации? В обязательном порядке официально закрепить название учреждения и его официальное сокращение. И чтобы авторы указывали именно таким образом, чтобы не распылять работы по разным названиям. Таким образом, что позволяет этот объединенный профиль организации? На примере Белорусского государственного университета. Автоматически был создан он профиль и было 3000 публикаций. Ученые поработали, библиотекари поработали, нашли разные вариации. И после объединения, после добавления разных вариаций, уже у Белорусского университета найдены их 7000 статей. Вы понимаете, 3000 статей и 7000 статей все-таки большая разница. И для оценки организации это реально очень важно. Если мы говорим о вашей академии, вот так вот выглядит количество работ. Оно не очень большое на сегодняшний день. Цитирования очень стали расти в последние годы. Но мне показалось достаточно странным, что вроде как работ 400, а здесь по графику их меньше. Можно всегда открыть график за все годы. И мы видим, что у вас было очень много публикаций до 1997 года. Что это за публикации? Дело в том, что в те годы на платформе индексировали журналы клиническая хирургия, лабораторное дело и так далее. То есть это советские журналы, которые связаны с онтологией. На сегодняшний день эти журналы не индексируются на платформе. О чем это говорит? Что в принципе исследования у вас есть хорошие. Только сейчас вы публикуете их не в тех журналах, которые индексированы на платформе. Что сделать, чтобы изменить? Нужно просто печататься там, где ваши работы увидят. То есть у вас есть потенциал, нужно просто этого не бояться. Если у вас есть задача определить круг журналов по вашей теме и опубликовать работу в том издании, которое признано, а признано то, которое читается вашими коллегами. Это никаких других вот таких каких-то супер определений нет. И уберечься от физических изданий. Необходимо помнить, что есть несколько способов подбора журнала для публикации. Можно использовать Web of Science, можно использовать Reference Manager Note и Function Image, использовать Journal Citation Report или естественный путем. Почему нужно подбирать журнал для публикации? Ну вот у нас есть собственный журнал, мы здесь напечатаем. Дело в том, что вы не можете публиковать одни и те же данные два раза, потому что это уже будет с самого легида. То есть вы можете напечатать работу только один раз. Представим ситуацию, вы опубликовали работу в местном журнале, который не имеет сайта, который выходит тиражом 20 экземпляров и так далее. Вашу работу никто не увидит, потому что эти 20 экземпляров до известного ученого и портала просто не дойдут. Таким образом, вы потратили свое время, вложили свою душу, результата вы не получили никакого. Фактически вы похоронили свою работу и желательно этим не заниматься. Как найти журналы при помощи Web of Science? Направили ключевые слова по вашей работе и перешли название издания. Получили список журналов по вашей теме. Там, где опубликована работа с этими ключевыми словами. Нажав на название журнала в страничке результатов, вы увидите информацию про журнал, увидите импакт-фактор журнала, при том он будет и двухлетний, и пятилетний. Увидите квартели журнала, к которому он относится. Необходимо помнить, что журнал может одновременно относиться к нескольким областям знаний, и квартели могут быть разные. Что такое квартель? Квартель – это категория научного журнала, которая зависит от его биологических показателей, и которая рассчитывается в зависимости от его цитирования. Выделяет их всего четыре, от первого до четвертого. Что это такое и зачем это нужно? Мой любимый пример, когда встречаются два ученых-математика и молекулярный биолог. Говорят, что у них у обоих есть статьи в журнале с импакт-фактором 3. Одинаковые уровни у них работают или нет? Мы не можем сказать, потому что мы не знаем, что у математика журналов, которые имеют импакт-фактор больше, чем 3, на сегодняшний день есть всего 6. У молекулярных биологов таких журналов 122. Как вы понимаете, опубликоваться в первой десятке или во второй сотне есть небольшая разница. Сравнивать, опять же, достаточно сложно. Бывают большие университеты, как оценить ученых. Иногда наше руководство премирует каких-то ученых за публикации с журналом с определенным импакт-фактором. Что в этом случае получится? Всегда будут получать молекулярные биологи и клиницисты, поскольку по определению у этих наук традиции цитирования такие, что показатели импакт-фактора высокие. Чтобы не обижать историков и математиков, ввели понятие квартеля. В одной отрасли науки суммируются все импакт-факторы в одной узкой области, делятся на 4 части. Журнал по показателям импакт-факторам попал в первую четверть, квартель — это четвертая часть, соответственно, первого квартеля. Попал в четвертую, соответственно, четвертый квартель. Встретился молекулярный биолог и математик, радостно говоря, друг друга имеют статью в журналах во втором квартале, соответственно, у них одинаковые по уровню работы, выполненные в разных исследованиях. Таким образом, можно сравнивать разные отрасли науки. Как найти журнал при помощи МЭЧ? Самый простой способ. Заходите в AdNote, заходите в закладку МЭЧ, копируете название работы на английском, абстракт на английском, нажимаете «Найти журнал». Получаете список из десяти журналов, где публикуются аналогичные работы, по ключевым словам отобраны. Можете также добавить список литературы. Еще можно использовать «Journal Citation Report». «Journal Citation Report» — это аналитика журнальная на платформе тех журналов, которые входят в первые две категории, то есть по естественным и техническим наукам и по общественным наукам. То есть это те журналы, которые имеют импакт-фактор. По умолчанию, нажав на «Journal Citation Report», вы получаете вот такую табличку, в которой на первом месте есть журнал, который уже много лет имеет наибольший импакт-фактор. Если кто-то очень глазастый может сразу сказать, какой это журнал, но можем поиграться в игру, как вы думаете, какой это журнал и какой у него импакт-фактор. Не будем долго играться, я сразу скажу, что это не Nature и не Science. Уже более десяти лет журнал «Journal Citation Report» занимает первую строчку в журналах «Journal Citation Report». Имеет наибольший импакт-фактор. В 2013 году он был 162, в этом году упал всего 131,7. То есть это журнал с наибольшим импакт-фактором в мире. Nature, о котором слышали все, занимает почетное девятое место и имеет импакт-фактор 38 в этом году. Как так получилось? Кто обижает Nature? Никто Nature не обижает. Опять же вспоминаем, что такое импакт-фактор? Соотношение количества цитирований, количества статей. Что такое «Journal Citation Report»? Журнал публикуется раз в два месяца. В среднем в год выходит до 30 статей, из которых более половины – это обзоры. Обзоры по клинической онкологии, как вы понимаете, это очень высоко цитированная область. Большое количество цитирований, маленькое количество статей, и первое место более 10 лет. Nature – каждую неделю выходит мультидисциплинарный журнал. 10-20% статей Nature не цитируются ни разу, потому что там есть еще редакторские заметки. Соответственно, не первое место, импакт-38, но это не о тяжелой судьбе Nature, а о том, что выбирая журнал для своей публикации, не ориентируйтесь только на показатели импакт-фактора, ориентируйтесь на том, читают ли ваш журнал коллеги в вашей работе. Журнал Citation Report позволяет вам найти определенный журнал, позволяет вам найти журналы определенной категории. Просто выбрали свою категорию, получили список журналов. Позволяет вам посмотреть, какие журналы определенной страны входят в платформу Web of Science. И если мы выберем Украину, получаем список из 15 журналов украинских, которые на сегодняшний день имеют факт-фактор. Что мы видим из того, что может нам подойти? Это, наверное, нейрофизиология и скорее всего цитология генетика. К сожалению, больше ничего того, что похоже на медицину, найти в этом списке не можем. 35 журналов отобраны в новый индекс мультидисциплинарный и будут находиться там в течение двух лет. Если хорошо себя проявят, перейдут в журналы, в которых будет рассчитываться импакт-фактор. О чем нам говорит этот список? Скорее всего, ориентироваться на украинские журналы нам сейчас не стоит. Нужно не бояться и находить для себя журналы для публикации международные. Помендуя о том, что большая часть журналов все-таки традиционные модели, то есть публикация в них является бесплатной. Но обязательно пустой является высокий уровень работы. Для каждого журнала мы можем посмотреть его определенные аллогиметрические показатели, оценить, посмотреть его сокращения и так далее. Мы можем сравнивать определенные журналы. И мы можем тот список журналов, которые мы себе выбрали, сохранить. То есть один раз мы можем зайти на платформу, скачать все журналы по онлоге, себе в эксеренской табличке и иметь эту табличку себе под рукой, чтобы знать, где мы можем еще печататься. Но все-таки я рекомендую использовать естественный путь подбора журналов для публикации. Это все-таки читать литературу по своей теме, тогда автоматически вы будете знать свои журналы. И настроить сообщения о новых публикациях по данной теме. Таким образом, вы не пропустите журналы, которые только появляются. Будьте очень осторожны с хищниками. Предупредите своих студентов, коллег. Масса предложений к нам приходит. Или присылайте деньги, напечатаем. Или напишите и так далее. Если вы не слышали о журнале, обязательно проверьте, действительно ли он индексируется в Web Science. Вы понимаете, что на сайте журнала можно написать все, что угодно. Можно написать, что журнал имеет глобальный импакт-фактор, космический импакт-фактор, международный импакт-фактор. Все, что угодно, можно написать, но это вообще не значит, что действительно у этого журнала есть импакт-фактор и что он входит в Web Science. Проверяйте, пожалуйста, это очень просто сделать. Не доверяйте спам-рассылкам. Используйте Web Science. Предупредите друзей. Еще одна аналитика, которая есть на платформе, называется Essential Science Indicators, в которой отбираются вот эти статьи, которые входят в 1% по цитированию за последние 10 лет в определенной области науки. Более проще работать, потому что всего 22 предметные категории. Позволяет определить высоко цитируемых ученых, организаций, стран и так далее. Мы видим, что клиническая медицина есть отдельной глобой. Также есть еще нейросайенс, поведенческая, фармакология, токсикология. То есть, общим медикам есть географуляция. И СА является фактической линейкой, которой мы можем приложить свои собственные исследования. Мы можем посмотреть, все, что в скобках их всего, можем заменить на синонимы. Какие публикации украинских, китайских, американских ученых по химии, биологии, клинической медицины входят в 1% высоко цитированных? Какие организации и страны входят в 1% по определенной области науки? Что вызывает наибольшее внимание? И самое интересное, в моей статье 29 цитирование, она будет высоко цитированная в этот год в этой области или еще нет? И СА позволяет определить передовые фронты, то есть те области науки, где публикуется наибольшее количество статей. В мире на первом месте, естественно, клиническая медицина, далее химия и физика. Смотрим Украина, физика, химия, клиническая медицина. Как физикам удалось подвинуть клиническую медицину на 2-е место, на 3-е место? Очень просто, международные коллаборации, ценности коллаборации Антона Николаева. Все это привело к тому, что физики у нас на первом месте. И очень надеюсь, что клиницисты отвою идут в 1-е место и в самом ближайшем времени. ИСА позволяет найти горячие темы. Вы можете набрать свои ключевые слова и посмотреть те работы, которые являются высоко цитированной горячей цитированной. Возможно, необходимо сфокусировать внимание своих исследований именно в эту область. Некоторые преподаватели нашего вуза задают по вот этим горячим темам названия для курсовых и дипломных работ, дают тематике работ, что является очень полезным для ученых. Но все-таки, поскольку мы в медицинском музее, давайте сравним подмет и Web of Science. Гемангиолог, опять же. В Web of Science мы получаем 44 тысячи работ, в Medline 35 тысяч работ. Потому что в Medline у нас 5 тысяч журналов с небольшим Web of Science 18 тысяч журналов. В Web of Science у нас есть возможность посмотреть цитирование, посмотреть схожие статьи, и посмотреть автора, имейл автора. В Web of Media есть схожие статьи, но их гораздо меньше. Естественно, никаких мейлов авторов нет, связи с авторами нет. Та часть Medline, которая находится на платформе Web of Science, если вы выбираете Medline на платформе Web of Science, она содержит не только ту информацию, которую вы можете просто в Medline найти, а также дополнительные категории исследования, области знаний, животных, заболеваний и так далее. То есть более детальная информация, не только резюме, а еще и более детальная информация, которую вы можете найти в самой публикации. И то, что пришлось добавить сегодня утром, то, о чем очень часто спрашивали наши ученые, где же найти деньги на исследования, где найти фонды, которые дают деньги. Ну, во-первых, интернет и сарапанное радио, куда же без этого. И есть еще такая возможность у Web of Science. Откуда? Дело в том, что с 2008 года, если в статьях была указана информация, что данная работа профинансирована каким-то грантом, она переносится на платформу. С 2015 года эта информация переносится для социогуманитарных публикаций, с 2008 года для наших естественных журналов. Как это выглядит? Публикация в журнале, есть раздел благодарности, если там указаны фонды, это все переносится и расписывается на платформе Web of Science. Что мы можем с этого делать? Набрали ключевое слово «Альцгеймер». Выбрали сразу 2008-2016 год, потому что более ранней информации нет. Отсортировали журналы и спустились в панель уточнения результатов «Funding Agency». Все опции выбрали, уточнили результаты, посмотрели список грантов, которые дают финансирование на исследования «Альцгеймера». Зашли сразу с первой. NH. Ну, NH и так известен, но тем не менее. Проанализировали результаты, скачали себе список всех грантов, которые давали финансирование. Далее, естественно, гуглим, находим NH, смотрим, а действительно ли на сегодняшний день они финансируют «Альцгеймера». Смотрим, да, действительно, по «Альцгеймеру» есть колы, которые начнутся в 2016 году, вот в феврале начались, закончатся в 2019 году и так далее. Дальше уже творческий такой поиск идет. Хотим посмотреть, а вообще как бы это может быть только миру повезло, что, может быть, украинцам не везет. Считаем результаты кантри и территории, выбираем Украину. Смотрим, что какое-то количество все-таки грантов дается и на Украину. Или просто выбираем какой-то фонд, который нам понравился, и смотрим, какие работы он финансировал. То есть, есть ли у нас шансы. Если будет аналогичная работа, значит, фонда уже будет приятнее получить что-то подобное. Но прежде чем подавать грантовую заявку, мы все-таки должны доказать, что мы действительно ученые. Для этого у нас должно быть научное имя, должны иметь CV. Иногда требуются определенные наукометрические показатели. Все достижения автора и учреждения можно показать при помощи Researcher ID, при помощи других идентификаторов автора, такие как Поркит, Коул Сталар, Ресерч Гейт и так далее. А также через собственные издания организации. Для чего это нужно делать? В мире более семи миллионов ученых – это только по данным ЮНЕСКО. Приблизительно такое же количество псевдоученых, которых ЮНЕСКО не учитывает. Объединить работы ученых и самих ученых невозможно без авторских профилей. Зачем это нужно делать? Дело в том, что если вы напечатались даже в очень хорошем журнале, это журнал индексируется в Google Сайт, там будет представлена информация. Если журнал индексируется в других базах, там будет информация. Если у издания хорошей с точки зрения робота Google Сайт, информация будет Google Скалар. Все, больше для вас журнал сделать ничего не может. Он не может никак дальше отправить ваши результаты никому. Но это можете сделать вы. Вы можете создать свой собственный профиль в Researcher ID, завести идентификатор Orkid, а если вы публикуетесь на Западе, то без него вы уже не напечатаете работу. Разместить информацию в репозитарии своего института, в Research Gate и так далее. Эти базы данных имеют перекрестное взаимодействие и таким образом повышают доступность других ученых к вашим данным. Researcher ID – это бесплатный идентификатор ученого. Абсолютно бесплатный. Зайдя на вот этот сайт Researcher ID, вы можете сразу завести себе такой профиль. Позволяет вам представить не только те данные, которые у вас есть на платформе Web of Science, а все публикации, которые у вас были. Позволяет искать ученых или авторов по определенным темам, оценить ученого по Web of Science и интегрировать с Orkid. Вот этот поиск ученого или группы авторов по определенным темам исследования важен, когда ищут рецензентов на какие-то работы, когда ищут коллабораторов. То есть, в принципе, если у вас есть хорошие работы, и вы хотите, чтобы вас нашли, создайте себе профиль. На вчерашний день почти 9000 ученых уже имеют этот профиль. Таким образом он выглядит. Здесь о вас информация и ваши публикации. Обязательно необходимо добавить ключевые слова по вашей теме, написать все вариации фамилии, которые у вас есть. Если у вас были вариации фамилии, в противном случае вы не сможете добавить публикацию с неточной фамилией. Если у вас есть публикация в Web of Science, нашли свою публикацию и нажали ее в Save to Researcher ID. I wrote this. То есть, сохранить Researcher ID – это моя работа, я это написала. Все, что вы добавите из Web of Science в ваш профиль, ваши работы, их можно будет проанализировать. В один клик, нажав Citation Matrix, мы видим распределение работ по годам. Мы видим автоматически рассчитанный H-индекс или индекс Kirsch. Естественно, если у вас здесь высокие показатели, то шансов получить грант у вас достаточно много. А номер Researcher ID вы указываете грантовой заявке. Это показывает то, что у вас есть достаточно серьезные международные публикации. Очень интересно, в Researcher ID есть панель Collaboration Network. В принципе, ученый знает, с кем он сотрудничал, обычно помнит это. Но для тех, кто раздает гранты, необходимо знать, действительно ли с кем сотрудничал ученый. А для самого ученого очень интересен Citing Articles Network. То есть, это сеть цитирования вашей работы. Почему вам это может быть интересно? Все вот эти желтые циадочки – это определенная публикация, которая процитировала вашу. Если вас процитировали, значит, или там работают на той же теме, или чем-то вы их заинтересовали. Если вы видите таких цитат несколько, значит, возможно, вам имеет смысл обратить внимание на данную лабораторию. Возможно, это ваши будущие коллеги. Если вы создали себе Researcher ID и Orchid, то в вашей статье будет окошечко, в котором будет переход на эти два профиля. То есть, таким образом, нашли хотя бы одну работу вашего на Web of Science, далее могут перейти и посмотреть все другие работы, которые были опубликованы в тех же формах, которые, допустим, в Web of Science не индексируются. Что такое Orchid? Orchid – это идентификатор ученого. Фактически, это 16-ти значный номер, который был предложен в 2012 году. Предложен именно потому, что ученые мигрируют, меняют фамилии, меняют тематики, меняют институты. Автоматически собрать всю эту информацию невозможно. Для регистрации необходимо только имя и электронная почта. Все, больше ничего. Притом, электронная почта может быть вашей персональной. Взамен вы получаете вот такой вот идентификационный номер, который вы должны указывать, подавая статьи за границу. И сейчас этот номер будет требоваться везде, поэтому лучше потратить минуту-полторы и завести себе этот профиль. После этого необходимо все-таки написать, где вы учились, где вы работали и добавить свои работы. Свои работы вы можете экспортировать из ресерчера идеи или из фокуса. То есть, есть определенные способы достаточно быстрого наполнения этого профиля. Или заполнить его вручную. Есть инструкция, как это делать. На что еще хотела обратить ваше внимание, это профиль в соцсети ученых «Ресерч Гейд». Вы можете добавить не только свои статьи, не только свои абстракты, а также незаконченные исследования, какие-то тезисы, постеры и так далее. Будет информация по вашим статьям, по вашим цитированиям и так далее. Для студентов очень интересна опция вопросов и работы. Можно задать вопрос по какой-то теме. Как правило, дают очень корректные ответы. И на основании вашего профиля периодически вам предлагается какая-то работа с разработкой, коллаборацией. То есть, достаточно интересно. Также в «Ресерч Гейд» можно получить геоиндекс для тех статей, которые в миру его, допустим, не получили. Или каких-то своих давних публикаций, если у вас публикация достаточно интересна. Относительно Google Академии. В 2004 году она была создана. В 2012 году появилась возможность создавать ученому свой собственный профиль. И, соответственно, рассчитывался автоматический индекс «Реша». В том же 2012 году вышла статья, которая детально описывает, как манипулировать индексом «Реша» в Google Scalar. Ученые создали несколько зеркальных сайтов, разместили там фейковые публикации. И очень быстро из индекса «Реша-9» получили индекс «Реша-20». Ученые просто игрались. Но, к сожалению, такие игры сейчас применяют некоторые наши, скажем так, псевдоученые, некоторые наши не очень честные люди. Поэтому все-таки ориентироваться на показатели индекса «Реша» в Google Академии не стоит. Тем более, что иногда, даже без вот этих нехороших манипуляций, Google Академия автоматически засчитывает два раза и три раза одно и то же цитирование. Почему? На сайте «Украинского другого» выбралось резюме на трех языках. Украинский, русский, английский. Google считает, что это три раза цитирование, засчитывает их экзамен этические. Иногда не засчитывает какие-то цитирования. То есть Google «хочу – считаю», «хочу – не считаю». Это нам не подходит, поэтому все-таки лучше ориентироваться на тот же H-индекс по Google Science. Там, по крайней мере, все засчитано по одному разу и с той выборкой, которой можно намерять. Но необходимо отметить, что библиотека Ирнацкого создала библиометрику украинской науки, в которую можно выбрать любой университет, например, Левопетровскую медицинскую академию. И оказывается, что в ней работают всего пять ученых. Как так получилось? Потому что библиотека Ирнацкого не придумала ничего лучше, как ориентироваться на профили ученых в Google Scalar. А только всего у пяти ученых ваших есть такой профиль. Вот и все. Мы не знаем эту библиометрику украинской науки, увидят наши чиновники или еще кто-то, и что они дальше с этим будут делать. То есть это предсказание достаточно сложно. И я предлагаю не заниматься гаданием, а просто создать себе профили в Google Scalar. Если у вас есть какие-то жмелы, это вообще проще сделать. Вы заходите на Scalar.google.com, вход в свою жмеловскую почту, нажимаете My Citation. После этого единственное, что вам нужно сделать, это вот здесь открыть профиль для всех. Все. У вас уже какие-то работы собраны. В любом случае вы можете добавить публикации, если каких-то их нет. Просто копируете название и, как правило, Google находите, если это публикация где-то была в сети. То есть это достаточно просто сделать, но это нужно сделать, потому что это лицо вашей организации. Что хорошего есть в Google Scalar, то что он позволяет найти полный текст, об этом мы уже говорили. Таким образом, даже если у вас есть хорошие, качественные публикации, вы все-таки не уйдете от того, чтобы не создать себе профиль Arcade, researcher ID, Google Scalar, research date и так далее. Все остальное по потребностям и желаниям. Внимательно выбирайте, где вы любите вашу работу. Потому что необходимо отметить, это, наверное, уже не касается Google Science, но тем не менее, 2200 журналов, которые под крышей модно, 90 журналов нано-Украины, сколько в отраслевых академиях неизвестно. В Баковском списке более 2000 изданий. Как вы видите, по этим цифрам мы вполне можем конкурировать с Nature Springer, с Эвьером и так далее по количеству журналов. По качеству, естественно, мы конкурировать не можем. Общего смедленного списка по журналам не было. Мы только просили сделать в бюлете губернатского такой список, не дождались. Создали собственный ресурс, который имеет название «Украинские научные журналы» – UJRQA. На этом ресурсе вы можете зайти и посмотреть по журналам, в каких базах данных индексируются, по SSN-номерам. Некоторые журналы до сих пор отмечены желтым цветом, мы просто не успели их проверить, это был отмечен проект. Для каждого журнала можно посмотреть сокращение сайт, SSN-номера, частоту, первичность выхода, есть ли DIY-индекс, в каких базах индексируются. Отдельно отмечены те базы, которые на сегодняшний день нашим МОНом признаются для украинских и докторских диссертаций. Web of Science разделена на коробовую коллекцию ESI, BSI, факт-фактора считываться не будет, Скокус и Лайвр-индекс Коперникус. Обращаю ваше внимание на специальность и дату регистрации ВАГа. Почему это важно? По официальным данным. В ВАГовский список журнал входит сроком на 5 лет. Если вы сейчас зайдете на сайт МОН, раздел «Наука», скачаете список фаховых выданий, найдете там журналы, которые были внесены в список в октябре 2009 года. Как вы понимаете, 5 лет уже прошло. Никто не может гарантировать, засчитается ли эта работа вам при защите, как при кандидатской или докторской диссертации. Будьте внимательны и осторожны. У нас есть страничка на Фейсбуке, где есть публикуем информацию о конференциях, которая будет интересна и авторам, и журналам. Пожалуйста, присоединяйтесь. На вот этом вот сайте есть скриншоты, как создавать профили в разных базах данных авторские. Пожалуйста, пользуйтесь. Часто спрашивают, а где почитать что-нибудь? Что такое наукометрия? Действительно ли это так страшно, как они и говорят? Почитать можно в руководстве по наукометрии книжку, которая написана учеными. Действительно наукометрами. Естественно, я книжку надаю в библиотеку вашего университета, в вашей академии. Но чтобы не было очереди в библиотеку и не дай боже драки, на сайте book.info.ru есть электронная версия, ее можно скачать и прочитать. Книга достаточно интересная. Также на этом сайте есть переход на YouTube-канал, в котором есть записи вебинаров, как пользоваться в WebScience, как создавать профили при фичере ID, добавлять публикации, искать журналы и так далее. На русском языке мои коллеги записали также медленно, в 4 раза медленнее, чем я рассказываю. Это очень доступно. Также есть переход на онлайн-семинары. Каждый месяц у нас проходят онлайн-семинары. В декабре, правда, уже были. Следующая серия в январе. У нас две серии. Расширенная и базовая серия. В каждой серии по 4 семинара. Посмотрев их, вы получаете сертификат. Еще раз напоминаю. Все, о чем я говорила, есть на одной платформе. И Web of Science, и Journal of Citation Report, Essential Science Indicators, переход в EndNote, в Researcher ID, или с платформы, или оттенка можно зайти, и справка на том языке, интерфейс которой вы выберете. Таким образом, если у вас спросят, как публиковаться в журнале, который индексирован по Web of Science, ответ достаточно простой. У вас должны быть актуальные исследования, сверить их можно по Web of Science. Вы должны выбрать журнал, который индексируется, собственно говоря, в Web of Science, оформить публикацию, не тратить при этом много времени, EndNote, и разместить информацию о своих достижениях в Researcher ID. Еще раз напоминаю, что получить хотя бы тестовый доступ к Web of Science достаточно просто. На сайте Everom необходимо скачать файл декларации университету, подписать его и сканированный вариант отправить на сайт Everom. После этого на те IP-адреса, которые вы окажете, будет открыть доступ, и вы можете пользоваться этой платформой. На этом я благодарю вас за внимание. Могла бы поблагодарить вас за внимание, сказать вам, что нужно выбирать простой путь, но я хочу вас поздравить со столетием и сказать, что 15 декабря наша компания провела церемонию Сегодня мы несколько раз говорили о высокоцитированных работах. И в мире такая церемония проходит уже много лет. Определяются ученые, которые имеют большое количество высокоцитированных работ. То есть это те, которые входят в 1% по количеству цитирований в определенной области знаний. Мне очень приятно, что в стенах вашего университета работает Игорь Николаевич Вондаренко, который стал лидером науки Украины в этом году, имеет 19 публикаций высокоцитированных. И вот его диплом, вот он сам. И я бы очень хотела, чтобы он вышел на этой сцене и рассказал, по-моему, удалось. Огромное спасибо вам за прекрасную лекцию, за прекрасную презентацию. Я думаю, что, вот, зная вся академия и аудитория, то, насколько это будет интересно, то, наверное, эта аудитория точно должна бы была быть намного большей. Но я думаю, что все-таки вот то, что вы показали с помощью и социальных медиа, и интернет-проектов, эти работы становятся более доступными для оценки изучения, скажем, в онлайн-режиме. И поэтому я надеюсь, что этот наш сегодняшний недостаток точно мы реализуем. Я благодарю вас также за тем взаимодействием, которые были у нас с Турсом Reuters и Web of Science, и что, в общем-то, привело к нашему визиту в Киев 15 декабря. Состоялась церемония награждения там. И для нас было, честно говоря, достаточно неожиданным. Те цифры, которые были осучены с 19 высокоцитированных работ, мы знали о том, что у нас большое количество зарубежных публикаций. И, в общем-то, мы задали вопрос, как это стало возможно. Ну, в общем-то, первое, мы точно никогда не гнались за эти показатели, просто старались действительно работать, идти своим путем. И вот здесь, в этой аудитории, я должен сказать, что этот путь в свое время предопределил Георгий Викторович. Когда в 2000 году я стал заведовать кафедру онкологии на одной из первых встреч по научной работе, тогда еще профессор Людко Алексей Владимирович, проректор по научной работе, принимал наши отчеты по науке. И вот я хорошо помню наш первый отчет, когда я ему сдавал этот отчет, он меня слушал внимательно и говорит, «Сынок, расскажи, что вы хотите там делать?» Я очень много рассказывал о разных моментах, которые мы хотим делать и так далее. И он сказал, «Когда ты сможешь свои направления сформулировать одним предложением, а лучше несколькими словами, вот тогда будет и значит, что у вас есть свое направление». Я очень задумался над этими словами и, в общем-то, на сегодня я могу абсолютно спокойно сказать, что у нас есть такое направление – это клинические исследования или международные клинические исследования, которые направлены на изучение эффективности новых средств лечения рака, новых технологий лечения рака. В общем-то, это вот стало путеводной звездой того, что мы делали на протяжении последних 15 лет. Благодаря тому, что, в общем-то, за все эти годы была поставлена цель сделать так, чтобы наша кафедра, наша клиника, онкология была вовлечена как можно большее количество международных исследований, наверное, и стал возможным сегодняшний результат. За эти годы мы приняли участие в 302 программах клинических исследований. Я точно знаю, что онкология – это самое большое число исследований, которые в клинике участвовали. И вообще, наверное, одной из максимальных в клинической медицине. То есть клиника постоянно работала в режиме клинических исследований. Например, сейчас одновременно выполняется 55 программ клинических исследований. Это стало возможным, потому как в процессе работы с нашими зарубежными партнерами мы оценили тот опыт отношения к делу наших партнеров, которые мы видели на Западе. Нужно сказать, что за это время более 300 раз я и сотрудники клиники посещали 35 стран мира за это время. И когда ты постоянно видишь, как работают люди там, уже хочется сделать что-то близкое или подобное к этой деятельности у себя. Поэтому первой задачей были создать коллектив, который будет обучен работать на современных принципах. Такой коллектив в настоящее время создан, обучен и работает около 100 людей при кафедре, в которой 13 штатных сотрудников, около 100 людей, которые работают в международных программах. Следующее, о чем была поставлена задача, разработать высокоэффективную систему управления процессами клинических исследований для того, чтобы в 3-4 раза поднять производительность труда. Мы для себя видели одну большую проблему, что Украина на сегодня показывает эффективность труда примерно на уровне 20-25% по сравнению с продуктивностью в Соединенных Штатах и в странах Западной Европы. Вот была поставлена такая амбициозная задача. Можно ли с помощью разработки современных технологий управления перевести режим клинических исследований на позиции, когда мы сможем действительно в 3-4 раза поднять производительность труда. Это было достигнуто благодаря разработкам собственных информационных технологий систем управления, которые мы также изучаем их эффективность и применили в своем исследовательском центре. В итоге это привело к возможности одновременно выполнять огромное количество исследований с высоким качеством, и благодаря этому, в общем-то, наше сотрудничество с международными партнерами приобрело такой характер, когда они очень хотят работать с нами, а мы с удовольствием работаем с ними. Для того, чтобы это стало возможным, нужно пытаться достичь максимально высоких результатов. И вот одним из результатов того, является ли коллектив, участвующий в клиническом исследовании успешным конкретно в данной программе, является как раз то, публикуется ли, скажем, по итогам практически каждого клинического исследования должна быть опубликована международная работа. Если коллектив среди 100-150 клиник мира, которые участвуют в программе, показал результаты, скажем так, в рамках первой десятки, то главный исследователь будет привлечен к международной статье к публикации. Причем на том месте, втором, третьем, пятом и так дальше. Первая – это главный автор статьи, а дальше уже вторая, третья, пятая, двадцать девятая позиция, или максимум тридцатая, потому что больше тридцати мы говорили «нет, опускается», потому что тогда они не будут цитироваться. И вот та позиция, на которой мы стоим в каждой статье, говорит о той роли, которую в данном исследовании показал каждый конкретный исследовательский центр. И, в общем-то, на сегодняшний день статистика нашего центра такова, что из 305 клинических исследований, из которых 50 еще не завершены, и результаты, естественно, еще не опубликованы, среди тех работ, которые мы выполнили, в 24 исследованиях нам удалось стать чемпионами мира. То есть, по определению, этот центр, который включил больше всего в мире пациентов, но и показал при этом, соответственно, высокие данные. Вероятнее всего, что эти работы там, где были наиболее успешными, и стали как раз отражением работ с высоким индексом цитирования. И мне здесь вот сегодня чрезвычайно важно и приятно сказать слово благодарности всему коллективу, клинике, кафедре, слова благодарности всем, кто участвовал в организации проведения клинических исследований. По-честному, реально, действительно, первое, кто нас, будем говорить так, посвятил это направление, был Георгий Викторович. Я об этом уже ни разу упоминал, и сегодня хочу об этом сказать, потому что еще в те годы и в те времена он сказал, ребята, двигайтесь в помощь народного научного сотрудничества. Я знаю также другие клиники и университеты, которые не очень предрасположены к этому движению. Мне кажется, это как раз является не совсем правильным и демонстрирует, так как на украинский далеко глядь из нашего переведения, когда они в свое время, именно где-то в 2000-х годах, в начале определили это направление как одно из приоритетных. За что я всем и всем коллегам наших альбоматор, которые отражают, которые сейчас замечают 100-летие, искренне, искренне благодарен. Я также хочу сказать то, что чрезвычайно важно оказалось для нас, что направление инновационных технологий изучения эффективности новых методов лечения в клинической медицине, в частности в онкологии, оказалось одним из приоритетнейших среди других научных специальностей, скажем. То есть это говорит о том, что как раз биомедицинские технологии изучения эффективности лекарственных средств, в конце концов, клинические исследования являются на сегодняшний день как раз на, так сказать, передовой позиции мировой науки, потому как, как мы сказали, цитированная работа «Раза носа по-высокое», говорит о том, что данное направление является как раз чрезвычайно важным. Поэтому мне бы вот с данной наградой, с данной отметкой хотелось бы также поприветствовать всех тех в стране людей, которые организовывают и проводят клинические исследования. Это СРО-компания, спонсоры, это огромное количество людей. У нас в Украине более 30 компаний, которые участвуют в этом. Ну и десятки и сотни коллег и центров исследовательских, которые работают в данном направлении. Потому что какая бы одна клиника не была продвинута в данном направлении, но страну выберут тогда, когда в стране есть науковые средства, скажем так. Страну выберут тогда, когда есть сразу же, ну скажем, десяток центров, в которые можно прийти с предложениями. Западные партнеры не придут в страну, в которые скажут, ну даже есть один центр, а остальные не могут. Нужно, чтобы было сотрудничество, чтобы была группа клиник, группа учреждений. И вот на мой взгляд это очень важная, очень большая победа всего направления. То, которое характеризует клинические исследования, вот теми знаками, которые были оглашены на торжественном заседании, состоявшемся в Киеве. Я искренне благодарен Ильине Тихонковой. Она мне сообщила об этом, пригласила в Киев. И я скажу, это было впервые в моей жизни мероприятие, где на вот такой площади, примерно как находимся мы сейчас, была такая концентрация академиков, членов-корреспондентов наук, директоров научно-исследовательских институтов, всех тех, кому назвали научной элитой Украины. Конечно, это было очень приятно, очень почетно. И я хочу вам сейчас очень кратко показать небольшое видео, которое мы записали там, сделали вот сейчас, пока наши операторы помогут. Я несколько слов скажу о том, что мы считаем очень важным создавать медиаресурсы, которые очень приятно было, Ирина, увидеть то, что вы в конце показали о том, что есть уже сайт, есть уже, так сказать, ссылки и на YouTube и так далее, где можно все посмотреть, то, что делается сегодня. Это современно, это эффективно. Вот точно так же мы полтора года назад создали канал, так как исследовательский центр по английской аббревиатуре называется сайт, сайт – место, где проводятся клинические исследования. Мы их создали на YouTube канал, который назвали «Сайт ТВ», как «Дон 2», где что-нибудь пишут, что там происходит. Вот мы назвали «Сайт ТВ», то есть, которое описывает то, что проходило в нашем исследовательском центре, и в течение полутора лет последних создали более 240 видео кратких. И что с нами происходит, мы, в общем-то, пишем, показываем. Вот последняя новость на «Сайт ТВ», Денис, вот он один из наших операторов, которые работают на этом проекте, они сделали вчера это видео, и я хочу вам кратко его показать, если вы хотите. Спасибо. 15 грудня 2016-го в Киеве відбулося нагородження лауратів премии «Лидер Украины» «Web of Science Award 2016» серед вчених наукових журналів та організацій України за участю Міністерства освіти та науки України Національної академії наук України спільно з агентством Thomson Reuters. Лауратів нагороджували заступник міністра освіти і науки Максим Стріха, віце-президент Національної академії наук України Антон Наумовец та директор з розвитку бізнесу в державному секторі Clarivate Analytics Малгожата Красовська. У семи номінаціях премії удостояли 34 лауреатів, які працюють на високому рівні, гідно представляють українську науку в світі. Заступник міністра наголосив, що попри відомі труднощі, сьогодні наука України помітно представлена на платформі Web of Science. За роки незалежності у проіндексованих виданнях опубліковано понад 138 тисяч документів, з яких 274 стали високоцитованими роботами. В номінації «Вчени України за надзвичайні досягнення», яку присуджують за кількістю високоцитованих статей, інших лауреатів випередив професор Ігор Бондаренко. Завідувач кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської медичної академії став найцитованішим українським вченим за останні 10 років в галузі медицини. Ми запрошуємо на сцену патерента Ігоря Миколаївича. Дніпропетровська медична академія. Має 19 високоцитованих публікацій. Це абсолютно інші приходи. Залежність авторії онкології, педагогічній радіології, доктор медичних наук, професор, лікар-онколог вищої категорії, лікар-колог вищої категорії і ще багато-багато жіпот. Співавтор 70 клінічних міжнародних співоконавців, головний дробавець хінічних досліджень. Дякую вам. Я дуже вдячний за цю високу нагаруру і хочу присвятити її 100 річчю Дніпропетровської медичної академії, яка якраз зараз святкується, а також світлій пам'яті академіка Дзянка Геора Вікторовича, ректора нашої академії, без вкладу якого все це було зовсім неможливо. Дякую. 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 Дякую.